Абсолютно ничего не испугалась, я понимала, что все равно это русские люди И вот все, что я чувствовала в конце дня, так и случилось Мне не было страшно, я пришла мимо, я никакой угрозы не видела Я понимала, что две стороны просто хотят о чем-то договориться Прошли люди, хотели пообщаться, выяснить вопросы Но с ними, я так понял, никто разговаривать не хотел Поэтому надо разговаривать с людьми, с человеком, с ружьем надо общаться Да, я был в этот день здесь, были в общежитии, наблюдали события Что было в голове, внутри, какие эмоции? Страх Бывает непонятно ситуация такая День богатый на события, так сказать Крайне неожиданно все это было За этим всем наблюдать Смотришь на видеороликах, видишь знакомые места Как-то необычно Осознаваясь, что несколько дней назад здесь ходил И тут сейчас военная техника В общем, необычный для меня день был, на самом деле Ну а потом включилась просто защитная реакция И было просто интересно за этим всем наблюдать Немного страшно, но смех, как защитная реакция Помогал справиться со страхом Юмор помогал Конечно, конечно Видите, этот день прошел в сильнейшем напряжении А было страшно вот что? Что ты боялась конкретно? А представляете, вот война начнется Начну убегать мирных людей Больше всего я всегда боялась за гражданских Просто ни в чем не повинных людей начнут убивать Это самое страшное в любой войне, в любом конфликте Я читала в новостях то, что Евгений Прихожин выступил у тебя Сказал, я хочу разговаривать с первым лицом Если Владимир Владимирович не смог То этим первым лицом выступил президент Белоруссии Я думаю, все нормально Я думаю, пацаны правильно сделали Они там умирают, здесь умирают В конце концов, справедливость должна быть Они правильно сделали Скажите, а вы сами в ополчении, добровольцы, вот кто вы? Мы добровольцы Вы сейчас приехали с войны А с какого направления, если не секрет? Запорожье Запорожье, вот ваше мнение, что вообще происходит сейчас? Почему вот Вагнер вынужден был приехать в Ростов Провести такие мероприятия? Потому что не слышит нас никто Они умирают Они умирают, пацаны умирают каждый день Они приехали, просто свое мнение показали Справедливости, да? Справедливости нету Страха никакого не было Потому что это люди, которые стоят на защите Отечества Соответственно, наверняка, разгрызти никого бы и не было Все было бы мирно, договорились бы Чувакам просто хотел показать, что намерения их серьезные Вот Люди встречали их дружелюбно, доброжелательно Я сам служил в вооруженных силах Люди с автоматами не вызывали у меня страха Тем более, это не какие-то там неизвестные Франформирования А, повторюсь, частная военная компания Которая защищает интересы России Здесь дети играли Люди сидели на ступеньках Общались с ребятами, с человека Ничего не было такого Страха не было Не хочется войны Не хочется войны, да? Нет Там погибают наши мужья, дети Отцы, деды Никто этого не хочет Какие могут быть ощущения у человека, у которого есть семья С одной стороны, да, было страшно С другой стороны, было вообще непонятно Каким образом Большую вооруженную группу людей С танками, с минами, с оружием Пропустили в миллионный город Но, с другой стороны, значит, их не услышали Значит, не смогли решить на подступах Значит, насколько я знаю Давно уже зрел конфликт Между Пригожиным и Министерством обороны Значит, нужно было решить это раньше Значит, нужно было остановить их еще на подступах к Ростову Пообщаться, не знаю, провести какую-то беседу Решить какие-то конфликты Решить вопросы Было ли страшно? Было страшно однозначно И страшно стало еще больше к вечеру Когда сказали, что в город въезжает Ахман Господин президент Александр Григорьевич Мы жители города Ростова-на-Дону Я надеюсь, что ко мне присоединятся все жители нашего миллионного города Благодарны вам за тот неоценимый вклад, который вы внесли в решение конфликта с ЧВХ «Вагнер» Большое вам спасибо И я уверена, что вы будете всегда желанным гостем на нашей земле Ну, ограждение было Вот по той стороне КамАЗы стояли красные Наверное, штук 8, это точно А там милиция уже была Где-то копает Там уже полиция и полицейские машины Тоже КамАЗы стояли большие И там уже милиции вылили такую яму Они за это ограждение стояли и ложились, прицелили, стреляли Ну, учились, наверное, в такие учебные выступления Я бы его взорвала Почему? А потому что предатель какой-то Что? Предатель какой-то Ну, коммунальщики вот наши Да, там самосвалы выходили, эскаваторы Ну, так, по слухам, вот ребята ходили в МКАД Там, говорят, военные были там в некоторых местах Блокпосты Ну, конечно, тревожно было Позавчера здесь было очень много машин Которые, вот эти вот рыжие У них было полно песка Они заняли все, что здесь можно Всю улицу Помимо этого Здесь было много военных Которые занимали какие-то позиции Из окон моего дома было видно То, как они устанавливали какие-либо машины свои Как пулеметы, что ли Я в этом не особо разбираюсь Ну, страшно Конечно, было страшно Потому что не знали, чего ожидать Ну, и я думаю, что Скорее всего, он бы шел просто в центр Там, где сидят главы нашей Москвы, так скажем Потому что Зачем ему мирные жители? Если бы по нему не стрелять И он бы не открыл огонь А если бы здесь начали стрелять То, естественно, пострадали бы и мирные жители И все окружные дома, которые здесь находятся Когда я узнавала о том, какие-то события О том, что происходит Я испытывала некоторую Ну, печальность, расстроенность То, что происходит Как говорится, из информации В интернете Все видел И основное То, что правильно Вчера, позавчера Все грамотно сделано было Проверили на боеспособность Личный состав Москвы Области ГИБДД Как говорится Все грамотно сработано И Если кто-то пойдет на нас Все Будет это Отражено И Как вам сказать Здесь народ в панике не был Вот все в обычном режиме Все было Все в магазины Ходили, гуляли Обычно Никто особо не заметил этого Знаете Я Вырос в деревне сам Вот У меня дед Прадед Воевали И прошли войны Который дошел до Берлина Один из них Вот И они видят И понимают То, что если кто-то Пойдет сейчас на нас Мы так же встанем Всей семьей И пойдем дальше Защиту Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому